Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах прогнозирует новую волну коронавируса. Это будет не только доминирующий ныне омикрон, а более опасная мутация – дельта. Минздрав уже начал подготовку к будущим вспышкам ковид и предупреждает, что борьба с новой волной будет стоить Германии дорого. Волну коронавируса Карл Лаутербах ожидает будущей осенью. Свой прогноз он дает на основе исследований ученых из Израиля. Они обнаружили мутацию дельта в сточных водах и сделали вывод, что она не исчезла, хотя временно и уступила главенствующую роль омикрону. Лаутербах призывает немцев проявлять летом осторожность, в том числе носить защитные маски в общественном транспорте, соблюдать дистанцию и правила гигиены. Цены в открытых бассейнах Германии существенно выросли в этом сезоне. Входной билет подорожал более чем вдвое – в среднем с 4 до 10 евро. Питание там также стало дороже. К примеру, за картошку фри придется отдать больше 3 евро за порцию. Хот-доги стоят от 2 евро и выше, в зависимости от добавок. Кофе, кока-кола, пиво и другие напитки в среднем подорожали на 10%. Эксперты подсчитали, что в семье из трех человек за отдых в открытом бассейне нужно будет этим летом заплатить на 40 евро больше, чем в прошлом году. Правительство Германии анонсировало билет на общественный транспорт за 9 евро в месяц на весь летний сезон. Купить его пассажиры смогут уже с 23 мая, если проект правительства будет одобрен. Билет за 9 евро позволит жителям Германии путешествовать в региональных поездах по всей стране. На это из бюджета правительства будет выделено 2,5 миллиарда евро, чтобы компенсировать потери от снижения цен на билеты. Власти Берлина планируют резко повысить цену на парковку автомобиля в городе. Уже с осени текущего года час стоянки автомобиля будет стоить на евро больше. Впрочем, ряд профессиональных групп данное изменение не затронет. Речь идет о медиках полицейских пожарных. Плата за парковку вырастет в 56 зонах города. Повышение цены за парковку в Берлине происходит впервые за 18 лет. В зависимости от района, вместо прежних 1-3 евро в час водителям нужно будет отдать 2-4 евро.